В Нижегородском Кремлевском концертном зале скоро пройдет концерт образцово-хореографического коллектива «Щелкунчик». О том, как проходят последние репетиции к отчетному концерту, узнаем сейчас. Подготовив пуанты, сделав пучки и надев пачки, они выходят на сцену с желанием творить и показать все, чему их научили у станка в балетном классе. Педагоги коллектива, пожалуй, до последнего звонка готовят танцоров к выступлению. Кстати, в следующем году коллективу исполнится 45 лет, и за все время удалось получить не только множество наград – «Заневский проспект», «Созвездие» и другие фестивали и конкурсы, но и воспитать личности влюбленных в искусство. Скажите, можно ли стать балериной за неделю? Нельзя. Почему нельзя? Ну, потому что ученик должен научиться базой. А эту базу ты мне можешь показать? Сначала нужно знать позиции. Это в какой позиции ты сейчас стоишь? Первая. Первая. Покажите мне вторую, пожалуйста. Вот, вторая. Вторая. Дальше третья. Третья вот. Ага. Дальше. Вот четвертая. Четвертая. И последняя пятая. И последняя пятая. И это только позиции. А на сцене все выглядит так легко. И совсем как будто это не сложно. Педагоги коллектива бережно сохраняют репертуар, сформированный на основе лучших образцов искусства. В первом отделении представлена классическая хореография. Полонез, гавод, полька. Звучит знаменитый вальс цветов Чайковского, шутка баха. Многие девочки, которых мы сейчас видим на сцене, занимаются танцами не первый год. Отбор в коллектив проходил в возрасте пяти-шести лет. Мы сначала делали складочку, то есть показывали свою гибкость. Потом обязательно задание на ритм. То есть играла музыка, мы должны были хлопать в ритм музыки. Тот, кто подходил, того отбирали. Второе отделение – современная хореография. Уже нет таких пируэтов и арабесков. Здесь больше ролей. Каждая сыграна безукоризненно. Номера не объявляют, зато почти перед каждым из них художественный руководитель коллектива произносит небольшую речь из-за кулис. Новый танец в программе «По тонкому льду» исполняют его два молодых педагога – Анна Круглова и Анастасия Орлова. В зале «Аншлаг» большая часть гостей, родителей и родственники выступающих пришли с подарками и цветами. Поэтому атмосфера в зале, можно сказать, теплая и домашняя. Артисты выступают уверенно. Даже после концерта они продолжают заряжать своей энергетикой зал. Не хватило. Хочется еще, хочется еще больше эмоций. Все прошло на одном дыхании. Каждый танец – это маленькая жизнь была, которую я действительно на этом концерте прожила. У меня здесь племянница. Я сам вообще из другого города. После приехал в гости и так получилось, что вот попал. Концерт мне очень понравился. Видно, как они работают, как выкладываются эмоции, лица. Все прекрасно. Коллектив «Щелкунчик» – это не просто танцоры и педагоги. Это большая семья. В ней царят творчество, уважение, любовь друг к другу и к своему делу. Дарья Кульбакина, Виталий Кудрявцев. Время новостей.